С начала 2018 года жители подмосковного Волоколамска требуют закрыть местную свалку. Московский мусор нашел пристанище в Касимове. Новость о том, что московские отходы привезли к нам, взбудоражила весь город. Десятки очевидцев наблюдали за целой вереницей огромных фур с прицепами. Еще 30 марта губернатор региона Николай Любимов заявил на пресс-конференции о том, что в Рязанскую область не будут свозить мусор из столицы, но только в Касимове и не слыхивали ни о каких заявлениях. 600 кубометров московских отходов отгрузили на Касимовской свалке. Это московская компания. Приехали к нам, потому что их не пустили на полигон. Мы пошли на встречу, чтобы мусор не был выкинут в лес или куда-то еще. Мы лучше приняли его на полигон. Это разовая сделка. Договор был заключен на один день. Мы приняли мусор, но тем самым пошли на встречу людям. Все сделано на законных основаниях. По законам Российской Федерации у нас полигон находится в аренде. И у нас в договоре аренды не прописано, от кого мы берем мусор. Весь мусор один и тот же. На мусоре не написано, там, московский, он рязанский. Мусор все одинаковый. Охраничений никаких, в принципе, не было. По поручению главы региона, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков в субботу приезжал в Касимовский район, чтобы проверить информацию о мусоровозах с московскими номерами. Все собранные материалы направили в природоохранную прокуратуру. И в Касимов незамедлительно выехал рязанский межрайонный природоохранный прокурор. Во-первых, должны быть соблюдаться санитарно-защитные зоны эксплуатации данного объекта. То есть это зоны, установленные для каждого объекта, за пределами которых негативное влияние, экологическое влияние ощущаться не должно. Касимовский полигон ежедневно принимает до 300 кубометров твердых бытовых отходов. В штате числится 14 человек. Они занимаются приемом и сортировкой. Проверка показала, полигон работает с нарушениями природоохранного законодательства и санитарно-защитных норм. Кроме того, мусор должен складироваться траншейным способом. Особое внимание уделить вопросам, где идут наличие промышленных отходов, нет твердых бытовых строительных отходов, и те отходы, которые могут негативно повлиять на различные кабинеты природной среды. Вода, почва, воздух. То есть не относящиеся к твердым коммунальным отходам. Понятно, да? Прокурорская проверка продолжается. Взятые пробы почвы, воды и воздуха отправлены на биотестирование. О результатах мы расскажем в ближайших выпусках.